Приветствую вас, мои дорогие друзья, я Адонис, и мы возвращаемся в солнечную Калрадию, в которой постоянно день, круглые сутки. И я не отойду от этого стола, пока мы не покончим с Северной Империей. У них осталось не так много лордов. В данный момент главный Диакос, усатая скотина. На него мы объявляем охоту. Ну и на всех остальных, которые попадутся под руку. А под руку нам попадается... О, отряд Дранги. Он сегодня будет первым. Но уж поверьте, не последним. Вот она, с луком. Зараза. С ней покончено. Эшалера. Охренеть, какой полет. Все, ее задоминировали. Всей толпой. Успела прокачаться, причем так сильно. Ну, видимо, это первый ее бой был. Характеристики нулевые быстро прокачиваются. Я говорю, там кухарки уже пошли в дело. Клан Ланолеон был уничтожен. Прекрасно. Армия Лерасина? У них еще есть такие армии? Да ладно, откуда? Их три раза больше, чем нас. Попробуем победить их. А, все, наемники. Ну, хотя бы Лерасина убьем. Ох, сейчас жарко будет. Это хорошо, а то я совсем заскучал уже. Местность прикольная. Джунгли прямо. Но у нас все ребята отборные, прокаченные. Поэтому наша сила. Ну, у них тоже конницы много здесь. Вы заразы. Много хузаитов. Блин, что-то быстро стали коня убивать. Мне кажется, это изменения какие-то патча. Потому что до патча у меня вообще никогда коня не убивали. Тут прямо в каждом бою. Это при том, что я уже броню поставил помощнее. Нам спешить нельзя. Пускай сами идут. Блин, как красиво тут. Прямо как будто местность из какой-нибудь РПГ-шки. Интересно. И мы не атакуем, и они не лезут. Я думал, проскочу тут. Нет. Мог бы застрять вообще. Повезло еще. Как классика. Вот имперцы северные собрались. Какую армию выставили против нас. Молодцы. Так, давайте потихонечку будем смещаться. Не, вот так вот. Один солдат у нас всего. Конные стрелки куда-нибудь сюда. Пошли маневры. Пошли маневры. Ну и так вот. Обожаю эту Рамфею. До того хороша. А, я, кстати, не переделывал оружие. Я же заново в игру вошел. Скорее всего, все сбросилось. Надо будет проверить. Пока нас все устраивает, мы их обстреливаем. Потихонечку убиваем. Хорошие у нас стрелки. Э, все, двинулись. Сейчас туго будет. У них слишком большая масса. Человеческая. Да еще и конница имеется. Просто задавит. Если бы они сразу в атаку все побежали бы, то у нас бы шансов особо-то и не было. Так, посмотрим. Конница. Давайте-ка вот так проскочите-ка. Прямо. Стрелки конные. Вот сюда. Друзобальда у нас командир стрелков. Там хорошо командирствует. Пробуем послать в атаку конных стрелков. Посмотрим, как они будут действовать. Так, конница. Давайте дальше еще. На наших, наверное, стрелы кончились уже. Все, давайте в атаку. Конница. Ну, вообще, у них очень много стрелков. Какие-то медведи. Это, видимо, наемный клан. Их особые войска. Ну, пока все неплохо идет. Главное, чтобы подмоги у них не было. А вот Лерасион. Чуть как лосьон какой-нибудь. Лерасион после бритья. Не создать ему больше торговую марку. Тряпку намотал на голову. Она его не спасла. Ого, вот же какие длинные. Все, задавили. Отлично. Да блин, все свои мешают. Побежали, собаки. Все в атаку. Дорезаем их. Фарок. Фарок. Это Фарок был сейчас? Еще один уровень. У него уже два сада, по-моему. Наш лекарь. А, у нас же солдаты теперь супер прокачаны из-за Фарока. Точно, точно. Это добавляет нам силу. Вот, теперь повоевать круто будет. Слушайте, я когда закончу Северную Империю, я не закончу игру. Это будет офигительно. Она будет всех завоевать. В первую очередь, Хузаитов. Это будет тяжелая война. Но мы должны ее выиграть. Эх, красота. Карта великолепная. Она тяжелая, да. Тут многое мешает, но очень красивая. Посмотрите. Речка такая. Лесо, горы. Прелесть. Ну, тут мы убили Лерсиона только. Остальные это все наемники. Сколько у нас ребят прокачалось. У меня тактика. Клан Вар был уничтожен. Вот так. 11 кланов осталось у них. При этом наемники там имеются. Заканчивается их песенка. Да, видите оружие? Скорость взмаха 76. Такая проблема в игре имеется. Патч ее добавил. О, еще лучше топор получился. Плюс 4 скорость взмаха. 103 теперь. Вау. Жаль, что он не сохранится. Все, я сделал Рамфею и топор. Теперь можно дальше отправляться на охоту. Архантреса Декантия. Готово. Видели, он падал? Я прямо в падении ударил его. Он еще так сотряхнулся. Как будто это файтинг такой японский. Там обычно такое бывает. Много ударов в воздухе. Ну, или какой-нибудь Devil May Cry. Там что-то типа того. Слэшер. О, клан Остик был уничтожен. Нифига себе, сколько там держалось. На ней. Она была последним оплотом этого клана. А вот этого Диакоза я никак найти не могу. Где он прячется? Замок Рес. Вот я подъезжаю и следа его нету. В прямом смысле нету следов. Может его в плен взяли? Кто-то его вводит. Эти грабят даже наше поселение. Не буду тратить время на них. Это просто наемники. Их убивать не обязательно. Так, кто там побежал сейчас? Вот он! Диакоз. Быстрый такой, шустрый ублюдок. Сейчас будет двоих сразу. Да! Прекрасно. Еще отряд русиники. Ублюдский император. Он долго от меня прятался. Бегал туда-сюда. Возможно, это последняя битва перед полным падением Северной империи и всей империи. Я должен сам его огулять. Вот он. Нет. Где он может быть? Вот, наверное. Да, это он был. Вот еще какой-то лорд. Это рустика была. Все. Я тут сам всех огулял. Новый правитель. Клан уничтожен. Два клана разом. Вот так вот. Клан Хонгер. Клан Денаса. Еще кого-то нашли там у них. Лукала. Зараза. Клан Вататсис. Рядом с Зионикой. Это далеко ехать. Да, они иногда там появляются тоже. Но в Астаном вот тут вот. Рядом с Дятмой. Все, фракция Северная Империя потерпела поражение. Кланы Северной Империи перешли на сторону соседних королевств после того, как их лидер потерял всякую надежду восстановить империю. Это свершилось. Мы победили эти ужасные баги. Поздравляю нас. Ха-ха-ха. Империя была уничтожена. Задание выполнено. Клан присоединяется к Хузаидскому ханству. Да, туда мы и пойдем. Добить остатки. Продолжение коалиции Истианы стало началом агонии Калератской Империи. Отныне чужеземцы перестали бояться чеканной поступки регионов. Перестали тревожиться о том, что их потомки забудут старые обычаи. Напротив, великими имперскими городами стали править те, кого калератцы когда-то называли варварами. Со временем народы Калерадии и внешних королевств перемешаются между собой. Их дети обвиняют традиции двух миров и разбавят их собственными новыми обычаями. Некоторые утверждают, что сами небеса покарали империю за высокомерие. Но даже если и так, они сделали это руками героя. Героя, который сплотил врагов империи под ее собственным знаменем дракона и направил их армии на путь разрушения. Жители нового мира будут вечно помнить того, кто положил конец тирании и принес им мир. Ха! Вы завоевали Калерадию даже так? Мы вроде только имперцев победили. Статистика. Генерал. Решенные проблемы 0. Но это, видимо, статистика чисто в новом патче. Выигранные турниры 0, блин. Да, это такая непоказательная статистика. Видимо, она появилась вот с последним патчем. Собранная, выплаченная дань. Что такое? Какой-то баг. Вот так вот. Ну что ж, на этом наша история заканчивается. Мы победили великую империю, остановили ее злодейство и принесли радость и мир в Кальрадию. На самом деле нет. Мы будем грабить еще сильнее. И сначала мы пойдем. На кого же мы пойдем? Давайте в этой серии мы пойдем на французов. Дадим им бой. Один такой вкусный, смачный. А потом уже посмотрим. А, Северная Империя сгинул. Вот еще. Третий раз. Привет, а день 15 и 1098 года государство Северная Империя пало и перестало существовать. Ха-ха-ха. Все, больше нет активных заданий. Прекрасно. Нету больше имперских государств. Только нормальные. Все платят нам дань, а кто не платит, воюет с нами. Для начала нам надо объявить войну вландийцам. Нас отряд, кстати, не самый большой. Но сейчас наберется постепенно. Так, теперь можно отключить убийство лордов. Все, мир вернулся в свое прежнее русло. А вот и наша жертва. Амальгун. Какой у него голосок. Я выдвигаюсь в свои требования. Пора мечам оголиться. И топорам вонзиться. Стрелам полететь. Довольно равное по количеству битвы, но не по качеству. Мы, как обычно, с большим преимуществом. Но сейчас они соберут армию против нас. Это так, пока разминка, пристрелка. У них много конницы. Вландийцы прикольные. Вот вландийцы мне очень нравятся. КС балансированная. Интересная армия. Против них, интересно, за них. Как там наши? Подошли все? Давайте, ребята, вперед. Они ждут. Чтоб принять наши стрелы. Да, определенный урон стал больше конем. Ну и конь стал больше урона получать. А, у них же арбалетчики, да? Блондийские. Как там все подошли? Конные стрелки сюда. И конницы за ними. Мало конных стрелков. Ну, у нас совсем маленькая армия, да, сейчас. Блин, такая армия была у меня классная, сбалансированная. Ну, чтобы быстрее перемещаться, я ее облегчил. Ух ты! А инфантре у меня и нету, блин. Туда пофиг, атакуем. Они молодцы, воспользовались тем, что я оставил одних стрелков и напали на них. Тактика имеется. Ну, заразы. Но мы их наказали за такую дерзость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА щиты другие стали реально какие потёртые все прикольно выглядит конница бешеная туда-сюда носится просто раздумаживает всех все дело начато но война с ландицами незаконченная берем в плен ну что ж дальше у нас война с ландицами и с хузаитами на них у меня самый большой зуб а это уже совсем другая история на этом серия заканчивается всем то смотрел благодарствую до встречи и